Всем привет ребята, с вами снова Хик и мы продолжаем по традиции использовать все чит-коды в разных сериях GTA. На этот раз у нас GTA 3 и ее 20 чит-кодов, которые я предпочел, так скажем, более значимые, нежели чем другие. Повторюсь, что я не ввожу чит-коды, которые вызывают транспорт, потому что это совершенно никак не влияет на визуальную составляющую. Это неинтересно, это просто спамится транспорт и на него сел и поехал. Неинтересно, поэтому берем в оборот именно те чит-коды, которые что-то меняют в игре и смотрим, как они взаимодействуют все вместе. В общем, не будем тянуть, погнали вводить чит-код. Я как раз занял такую еще позицию, самую выгодную, чтобы вы смогли посмотреть, как этот мир изменится. Запомните его таким, он сейчас поменяется, скорее всего, глобально. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, друзья, я ввел все чит-коды. Осталось только два самых важных. И мне кажется, они максимально повлияют именно на саму визуальную составляющую, поэтому я их ввожу в последнюю очередь. Как видим, у нас чертовски много денег. А, я сохранился там, по-моему, давал здесь только 250, это моя старая запись моего полного прохождения. Время идет максимально быстро, погода меняется точно так же, или мне кажется. А, да, да, погода тоже меняется, как видим, дождь раз в секунду. Блин. И все прохожие от другого до друга. Игра ускорена в миллион тысяч раз. Разумеется, прохожие, мне нравится то, что они живут в таком подобном мире. Отлетают разного рода конечности. Что не может не радовать, конечно же. Полная анархия и хаос происходит. От, собственно, как и в Vice City. От машин остались только колеса. И полно трупов просто. Потому что это уже не какой-то благоприятный город. Это уже полная анархия, полный хаос. И каждый пытается выжить. Так вот. Я сомневаюсь в том, что мне стоит выходить с этой крыши. Так как прохожие на меня обозлены. Есть такой чит-код, который заставляет прохожих атаковать вас. Я, собственно, его и ввел. Они, кстати, еще между собой воюют. Поэтому я, скорее всего, даже не буду отсюда спускаться. Спущусь в самый последний момент. Так вот. У нас осталось два самых важных чит-кода. Во-первых, это мясной режим называется. Отлетают конечности и головы. Вы только представьте, как сейчас поменяется этот мир, если помимо вот этих вот рубежников будут валяться разные конечности по просто всей этой эстраде. Давайте его введем. Он чертовски длинный. Да, еще пишут то, что он не отображается в виде введенных чит-кодов. Давайте посмотрим. О, действительно, рука отлетела. Отлично. Или, ну, хотя до этого тоже конечности валялись, я не понимаю просто. Да, к сожалению, их так отрезать нельзя. Замечательно. И второй чит-код, который я не вводил во время того самого процесса, это город-призрак. Пустой. Скорее всего, вероятность того, что меня сейчас телепортируют куда-то, поэтому я и хочу как-то отложить этот момент и хочу еще поотрывать конечности. Да, вот. Она отлетела, действительно. Хотя, по-моему, и без этого чит-кода в GTA 3 отлетает конечности. Вот что самое клевое именно в этой части. Почему не добавили в другие, не ясно. Так вот, давайте попробуем ввести чит-код, который называется город-призрак. Почему-то странно не вводится, скорее всего это фейк. Собственно, как с некоторыми чит-кодами, которые также выведены на какой-то сайт и они не все работают, действительно таки есть. Блин, это я зря. А, смотрите, все нормально, все хорошо. Порхожие выведут с собой. И как я понимаю... Давайте покатаемся на машине. Вот так вот идет у нас с себя транспорт. Воу, бой! Он должен еще, кстати, взлетать как додой, но почему-то этого не происходит. Я не знаю с чем... О, да, нет, происходит. Все, беру свои слова назад. Он действительно стал очень легким, как пишется в чите. Ну, в коде. Ой! Не, не. Нам лучше не умирать. Желательно бы. Посмотрите, конечно, если это не отлетает в итоге. Не знаю, вероятность здесь такая, что я мог отключить этот чит-код. Да, окей. Отвали эти педики. Короче, полная анархия. Если вы реально хотите создать что-то подобное, своеобразную, не знаю, гражданскую какую-то войну, то это сюда. Вы сами видите, что происходит. Почему-то не всегда отлетают конечности. А, что будет, ну-ка, если... Вот так вот. Ну да, все, понеслась мясорубочка. Не, мне нравится такой город. Смотрите, сколько конечностей просто валяется по всему асфальту. Это просто дичь. И машина еще какая-то летает. Я хочу просто полететь попробовать. Говорят, что чит-код добавляет легкость в машине, и она превращается в додо. Ну, типа того, да. Да, и анархия продолжает происходить, кстати. Мне кажется, в таком мире просто нереально мне выжить. Ну, можно попытаться на самом деле. Не, в таком случае нужно везти танк. Я не знаю, пан, зер. К сожалению, это не готово и сити. Чтобы это сработало, но... Блин, дайте мне тачку. Я хочу тачку хоть какую-нибудь. Отлично. Давай. Это такси, кстати, потому что мэджихед. Сидит за рулем. А, и тачки уже не будут, да, летать? Видимо, некоторые чит-код отключаются, а некоторые нет. А, нет, она все та же легкая. Ну, еще и управление, разумеется, у автомы изменилось максимально. Типа он поворотливый. В принципе, как было в iCity. Хе. Интересно. Так, ну что могу сказать? В GTA 3 это действительно очень интересно. Полная анархия происходит, отлетают конечности. И все это очень зрелищно. И, честно говоря, то, что их мало, этих кодов, это не особо портит все впечатление полным их использованием. В том плане, то, что... Спасибо, электричка. В том плане, то, что это действительно интересно. Так меняется мир. Прохожие ведут себя агрессивно. В принципе, как, наверное, во всех GTA. Но здесь почему-то какая-то особая атмосфера именно. Мне кажется, такую игру пройти просто не рел. Ну а колеса вместо автомобиля это уже классика. Собственно, все. Надеюсь, вам было интересно, как и мне, этот эксперимент провести. С вами был Хик. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо за... Со мной не подорвался. Жесть. Прикольно. Рука такая оторвалась, рядышком лежит. Забавненько. Не знаю, почему ли в Сандры Свай Сити такого нет. И в GTA 5. Блин, было бы классно. Хотя, там, наверное, рейтинг жестокости был бы выше крыши. Прикольно. Неплохой опыт. Первая 3D-вселенная показала себя вот именно так. Всем удачи. Всем до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok